Перед тем, как поехать туда, на специальную лайн-операцию, человек должен проходить какое-то обследование у психиатра? Я знаю, что многие спят с ножом под подушкой, быстрое движение глаз на определенные воспоминания. А как-то это можно заглушить, забыть? Ну, многие для этого используют алкоголь, но это не помогает вернуться в реальную жизнь. Есть помощь, просто многие даже не знают, что есть эта помощь, что возможно что-то исправить. Прежде всего хочу сказать, что сейчас все больше обращаются к психиатру, к психотерапевту, участники специальной военной операции, потому что они приезжают в отпуск, и у многих нарушен сон, тревога. Многие перестают заниматься повседневными обязанностями, которыми занимались до начала специальной военной операции и участия в ней. В том числе неинтересно бывает, что все то, что происходит в обычной мирной жизни, и все внимание как будто остается там, на поле боевых действий. И проблема со сном, ну, это в первую очередь практически у всех после того, как возвращается в зону боевых действий. Здесь хочется сказать, что часто даже препараты, которые подбирает психиатр и психотерапевт, не всегда помогают. Не так просто бывает подобрать препарат, то есть порой увеличиваем дозировки, несколько препаратов подбираем, и сон все равно нарушен. То есть здесь именно вот обращаться к профессионалу, потому что нарушение сна, это с этого все начинается. Уровень тревоги, то есть кому-то требуется назначение антидепрессантов. Плюс у многих агрессия, раздражение. Мне хочется как-то, ну, рассказать остальным, что произошло с участником СВО, то есть о себе, рассказать о себе. Что он пережил. Да, но часто нет того понимания у окружающих, которые не были там. Здесь лучше обращаться именно к профессионалу, то есть не пытаться глушить вот эти переживания алкоголем, срываться на родных. Ну, я знаю, что даже хочется срываться и в общественных местах. Вы рассказывали, да, о тот случай? Ко мне обратился молодой человек, чуть более 30 лет. Он разрешил о себе рассказывать. Я имена не называю. Он жаловался на то, что даже маленькая дочка у него, и, ну, он злился на себя за то, что вот она видит, что он в таком состоянии, что она растет, и он не может уделить ей внимания, потому что, ну, вот эта агрессия, раздражение. Он боялся, что он может сорваться на нее. Ну, дочка три года. Он обратился, подбирали препарат для сна. Ну, даже разговаривать им было тяжело, рассказывать свои переживания. Он немного был расчарован даже вот в жизни. Он хотел вернуться туда-обратно? Он хотел, чтобы, ну, вообще вернуться в себя предыдущего до того, как... Стать прежним. Стать прежним, да, испытывать интерес к жене, к дочке. Он говорил даже о том, что ему тяжело выйти в магазин, что он не видит в этом смысл как будто. И как будто потерялся в жизни. Но сами родственники в такой ситуации, они не справятся. То есть здесь вот, ну, просто поддержка, какие-то хорошие слова, конечно, это важно. Это важно говорить, потому что это ваши чувства, и вы даете, ну, обратную связь самому близкому. Но лучше обратиться к профессионалам. И самая лучшая помощь, да, сходить своего близкого человека к профессионалам. Да, и, ну, сложность в том, что многие не соглашаются. Ну, я справлюсь сам, как у нас принято, что мужчина сильный. Ну, еще и боязнь, мне кажется, да, вот это вот... В культуре же у нас нету, в российской, да, то, что там, где обратиться к психиатру, там, или... Да, но в этом... Или что, псих, там, ну, типа, зачем мне обращаться? Ну, какое-то клеймо. Но в этом случае, когда... Ну, даже когда нарушен сон, я советую к комбатам обращаться. Я знаю, что многие спят с ножом под подушкой, реагируют на громкие звуки, не могут даже, там, вот салют переносить у них. Начинаются так называемые флэшбэки, как будто они возвращаются в те события, которые, ну, были в зоне военных действий. То есть, в принципе, те же признаки, да, то, что было во времена Отечественной войны, да, когда... Да, в Теченскую кампанию, в МКБ-10, международной классификации болезней, есть диагноз посттравматическое стрессовое расстройство. И, ну, можно сказать, все, кто побывали, они в той или иной степени имеют нарушение. В плане, ну, сна, эмоциональная лоббильность. Многие попадали под обстрелы, в том числе получение контузии является, ну, таким фактором для развития нарушений сна, нарушений эмоциональных. Я рекомендую, ну, помимо того, чтобы подобрать лечение у психиатра, обратиться к психотерапевту. Есть психотерапия, называемая... При помощи движения глаз, ЕМДР-терапия, она признана ВОЗ как эффективная именно при посттравматическом стрессовом расстройстве. Смысл ее в том, что при помощи движения глаз мы перерабатываем травматические воспоминания. То есть, выглядит это вот так вот. То есть, быстрое движение глаз на определенные воспоминания. В том числе, позитивные и негативные. И есть шкала. Один сет длится около 30 секунд. Тут уже, как бы, работа с психотерапевтом. Если кратко, представляется картинка негативная, которая всплывает в памяти при воспоминании о событиях. Это может быть не только для военных, но и в том числе она также применяется, и когда посттравматическое стрессовое расстройство связано с какими-то негативными воспоминаниями. Есть представление, каким я чувствую себя в той ситуации, в которой картинка всплывает. Например, это обычно негативное представление. Чувствую себя беспомощным. Чувствую себя... Это какая-то негативная эмоция. Часто беспомощным. Потому что в военных действиях практически тяжело контролировать происходящее. Ну, практически невозможно, куда прилетит снаряд. Либо какое-то другое. Чувствую себя нелюбимым. Это если какая-то другая ситуация. Какое-то негативное представление. У каждого оно будет свое. Делается сет при помощи движения глаз. Это все быстрее делается под контролем терапевта. Для начала, сколько это переживание от 1 до 10 по баллам. Насколько оно интенсивное. Если оно совсем интенсивное, тогда мы выбираем другое переживание. Потому что, видимо, психика еще не готова. И через несколько сетов мы снижаем интенсивность переживания, например, от 10 до... Ну, желательно вообще снизить до нуля. И также выбирается какое-то положительное представление. Например, я буду сильным. Также шкала, насколько я считаю его истинным. Это представление. От 1 до 10. Потому что бывает, что вроде представление хорошее, но человек в него не верит. И тогда выбираем что-то более нейтральное. Ну, тоже на него делается сет. Дальше сканируем тело. Где есть напряжение в теле. В ту зону приключаем внимание, делаем сет. И это как бы не одноразово. То есть это несколько сеансов нужно. Потому что достаточно сильные переживания перерабатываются. И часто за один раз это редко бывает, что прям вот все, человек переключается. Нужно несколько сеансов. Эта техника, она немножко пугает, что вот она такая необычная с одной стороны, но очень эффективная. Не все они знают, но она показана в качестве психотерапии. Но она как-то в баланс приводит, да, получается? Здесь мы работаем с травматическим переживанием. Вот эти переживания, да? Угасают. Они, да, они становятся... Психка их перерабатывает. То есть они никуда не деваются. То есть это не какие-то волшебные техники, волшебная таблетка. Они остаются, но отношение к ним... Меняется. Да, к таким... Как острое, то есть ситуация, которая всплывает постоянно, которая не дает нормально существовать. Вот это вот уходит. И постепенно это не за один раз. У вас есть пациенты, которые прошли весь путь этот, поменялись? Мы вот с этим молодым человеком начали ее, но он за два сеанса почувствовал улучшение. И я предлагала ему еще, но он, не знаю, может быть, еще вернется ко мне, потому что это все эти события, и военнослужащие, они только вот, ну, их вот отпускают в отпуск. И только сейчас началось вот как бы то, что они к нам приходят. Очень еще... Ну, я не могу сказать, что у меня есть много таких клиентов на психотерапии, потому что, ну, их как бы забирают обратно, они привязаны к части, то есть... Сложно контролировать динамики, да? Не всем подходит именно этот вариант работы. То есть кому-то достаточно просто подобрать медикаментозную терапию. Краткосрочное что-то, да? И именно родственники выясняют, чем они могут помочь, ну, вот, потому что видят, как близкий страдает. И, ну, это может являться одним из вариантов помощи. Ну, в любом случае, после даже одного сеанса будет легче. Ну, идти ли дальше, насколько человек сам готов к... Ну, хочет ли он часто... Ну, не то, что часто, бывает так, что не хотят идти дальше и... Ну, не готовы. То есть должна быть внутренняя готовность, что я хочу... Ну, то есть это моя жизнь, я не хочу, вот, грубо говоря, спать с ножом и приспаться от любого шороха. То есть хочешь что-то поменять? Да. Если ты хочешь поменять, соответственно, тогда он может прийти, да? Осознать и прийти. А если, ну, родственники направляют, ну, так сказать, что это... Не срабатывает, да? Ну, будет какое-то облегчение, но тут, конечно, тоже все равно нужно... Очень важно, чтобы он сам. Работа. Да. Сам хотел восстановиться. Слушайте, а вот таким провоцирующим фактором что может явиться вот такой травмой? Это просто участие в этой операции, либо, может быть, он кого-то убил, например? Да, такое бывает, что под обстрел попал товарищ, в котором прошли многое. Все это может запустить этот процесс. И был такой случай, что у клиента он вспоминал вот именно вот эту картинку, как погиб его товарищ, сослуживец. Ну, либо просто даже попасть под минометный обстрел. То есть боязнь смерти, возможно, как-то? Ну, тут нельзя сказать, что боязнь смерти, просто это такие события, которые психка не может переварить. И это всплывает как к флэшбеке. То есть, а мог ли я в этой ситуации что-то по-другому? Мог ли я изменить? Мог ли я спасти товарища? То есть сознание это ведет на первые ряды, да? Да, то есть психка хочет что-то переиграть в той ситуации, которая послужила таким травматическим событием. Я вот читал книгу «Мозг. Инструкция по применению». Там как раз автор книги описывал наш мозг как сцену. То есть есть актеры, которые главные, а есть второстепенные. И вот зачастую второстепенные выходят на сцену, которые никак не улучшают нашу жизнь, наоборот, отвлекают. Поэтому очень важно включать свою осознанность и понимать, что для тебя важнее. Да, ну, в основном, конечно, главное – это семья. Вот у них, получается, вот это вот главное уходит на второй ряд, а на первый ряд уходит? Драматическое событие, их опыт, участие в боевых действиях. Перед тем, как поехать туда, да, на специальную военную операцию, человек должен проходить какое-то обследование у психиатра? Может быть, у него уже есть какие-то... Собирается комиссия в военкомате, туда входит психиатр, и он ставит категорию годности. Угоден ли к службе? Они рассматривают вообще вот эту вот психотравму, которую может получить? Да, есть. Если это... Есть невротические расстройства, и туда входит как раз посттравматическое стрессовое расстройство, тяжелое течение. С депрессией, с тревогой, с стойкой. Это может являться, ну, не категория годности А. То есть это... Ну, это уже решает военно-врачебная комиссия. То есть именно с военными все через военно-врачебную комиссию. А какой процент вообще отправленных на СО подвергается вот этой травме? Честно говоря, не буду врать. Статистику не видела. Но я узнаю, я посмотрю. Самое интересное. Просто многие не обращаются, поэтому очень сложно эту статистику посчитать. Я думаю, что вот из-за этого сведения вряд ли будут достоверными. Многие... Ну, есть проблемы со СО, но как бы это моя проблема. А то, что... Ну, можно с этим справиться при помощи... То есть вы можете таким пациентам помочь? Да, подбор... Ну, тут, конечно, сначала все-таки подбор препаратов именно. Большой спектр есть, и этого не надо бояться. Лучше иметь хороший сон и пить таблетки, чем... Ну, не спать ночью и от этого... Ухудшать свою жизнь, качество жизни. Да, да. И качество жизни своих родственников в том числе. Здорово. Спасибо огромное. Вам спасибо. На самом деле, вот я так размышляю, сейчас же много ситуаций, не только же военной операции, да, там, специальная военная операция в России. Допустим, в Турции, да, недавно было вот это землетрясение. Как люди переживали, это тоже очень интересно. Это также относится к посттравматическому стрессовому расстройству, если есть вот эти симптомы. У нас сопоставимы с тем, что вот на войну есть? Ну, я думаю, что да. Также флешбеки, тревога, нарушение сна перестают интересовать какие-то то, что ранее было важным. Тут еще, конечно, плюс горе. То есть до года считается физиологичным проходить стадию горевания. Но это тоже немножко другая тема. Прийти к психотерапевту, даже на какую-то длительную психотерапию, разобрать эту ситуацию, почему так, что я как умственная жвачка, то есть постоянно об этом думаю, понять, что за этим стоит, потому что для каждого будет свое там что-то. А как это можно заглушить, забыть? Ну, многие для этого используют алкоголь. И на время того, как они его употребляют, это помогает. Но это не помогает вернуться в реальную жизнь, наладить отношения с близкими, улучшить свою жизнь. Наша психика, ей нужно время. Для того, чтобы восстановиться? Да. И психотерапевт, он помогает, ну, конечно, не кардинально ускорить этот процесс, но разобраться, что же так. Потому что часто мы не уделяем для этого времени, живем, как бы там само рассосется, но психика тоже требует времени. А с точки зрения нейрофизиологии, вот эти нервные связи, там нейронные, которые потом разрушаются, это никак не помогает? То есть если человек просто не вспоминает это, вот эта связь, да, связь об воспоминаниях не теряется? Ну, наступит какая-то ситуация, где он внезапно, у него это возникнет. И, ну, просто это может быть какая-то ситуация, где, ну, например, да, с ребенком, с женой пойти смотреть салют, и тут вдруг такая реакция будет страха, страха смерти. То есть лучше конкретно разобрать, да, вот этот случай, чем избегать его? Да, потому что все равно где-то это, ну, психика, она покажет, что, а вот. Помнишь? Да. Ну, и часто это что-то неприятное. Ну, человек знает, что у него вот на вот что-то слишком какой-то эмоциональный отклик, слишком ответ, и тут вот надо разбираться, что-то откуда, почему вроде бы ситуация простая, ну, не требует такого мощного ответа, и тут, а тут прям целый фейерверк эмоций, ну, часто негативных, и часто близкие все это... Ощущают на себе. Ну, да, ощущают на себе первыми под ударом. Ну, тоже неприятно. А потом чувство вины, то есть реакция запускается, и, ну, алкоголь, например, заглушить чувство вины, и хорошего в этом мало. То есть, в принципе, это может разрушить семью? Да, к сожалению. И важно, ну, не упустить тот момент, когда, ну, обратиться к врачу, потому что не утаивать эту проблему, потому что такие даже могут быть последствия неприятные, как развод. Либо ухудшение отношений с детьми, с родителями, ну, даже друзья могут отворачиваться. Есть помощь, просто многие даже не знают, что есть эта помощь, что возможно что-то исправить, возможно... Ну, есть выход. Вот к кому им обратиться? К любому психотерапевту? Можно даже... Ну, к психиатру. Психиатру? Если... К психиатру, к психотерапевту. Ну, к наркологу в том числе, потому что, ну, бывает, что начинаются с этим проблемы, хотя раньше, например, человек к алкоголю не было интереснее. И тут вдруг он начинает понимать, что вот он уже как бытовое пьянство много дней подряд, и... Ну, нарколог, он поможет, например, со сном как бы подобрать лечение. Ну, лучше, наверное, к психиатру. К психотерапевту. Который и нарколог, да? Ну, да. Ну, даже если он не нарколог, то он может выпустить антидепрессанты. Часто обращаются к неврологам с этой симптоматикой, но я рекомендую обращаться к психиатру. Ну, это не совсем неврологический профиль. Лечение тревоги, которая есть у этих пациентов, ну, это не совсем... Ну, это не... Не к неврологу, а к психиатру. Ну, просто боятся обратиться к нам. Ну, даже если прям совсем страшно к психиатру, можно обратиться к неврологу. Ну, он просто не будет заниматься психотерапией, каким-то работой с эмоциями. То есть, больше симптоматическая такая терапия будет? Психиатр, он более ну, поточен. У него есть именно опыт с больными с нарушениями вот этими. Схожими. Да, он именно назначает психотропные препараты. Поэтому с неврологов нужно убирать нагрузку, которая не для них. Ну, то есть, чтобы к ним их пациенты ходили с, например, там, с грыжами, с постинсультные больные и так далее. Спасибо огромное. Спасибо вам. Не побоялись именно психиатром. Субтитры сделал DimaTorzok